Здравствуйте! В нашем историческом путешествии по географическим картам мы выяснили, что уже греки, по крайней мере, с 4 века до н.э. знали о том, что мир вокруг них образует сферу. Но что расположено на этой сфере? Какие земли входят в обитаемый мир? Обитаемый мир в античности – это прежде всего Средиземноморье. Вместе с тем было известно, что кое-где жизнь возможна и за пределами этого пространства. При этом было понятно, что какие-то части внешнего мира слишком жарки для жизни, а какие-то слишком холодны. Но где лежат пределы мира, пригодного для жизни? Этот вопрос не на шутку волновал античных географов. Как же найти на него ответ? Приходилось полагаться на различные слухи и байки путешественников и моряков. Одним словом, на показания очевидцев, часто без всякой поправки, на силу их воображения, красноречия и тщеславия. Итак, каким же представлялся людям античности обитаемый мир? Утверждали, что этот обитаемый мир ограничивается северным умеренным поясом. Однако где располагается этот пояс, античные географы не могли указать точно. Западным пределом мира считались знаменитые геркулесовые столпы, но в их точном расположении не было никакой уверенности. Общее мнение сходилось на том, что за легендарные столпы не заплывал ни один человек. Знаменитый Страбон, греческий географ-путешественник первого века нашей эры, не указывал их четкое расположение, но пространно рассуждал о том, можно ли установить в этом районе ориентиры для будущих путешественников. В своем географическом воображении греки стремились выйти за роковые границы геракловых столпов. Тимей Ставромений, историк Сицилии первой половины третьего века до нашей эры, указал на существование за геркулесовыми столпами острова Фортуны. Однако большинство географов ему не верили. Платон, в свою очередь, писал об Атлантиде, огромной земле, почти что континенте, располагавшемся к западу от столпов. В его двух философских диалогах, Тимей и Критий, излагается такая история. Существовал остров, лежащий перед тем проливом, который называется на нашем языке геракловыми столпами. На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возник великий и достойный удивление союз царей, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка. Однако сам же Платон говорил, что этот гигантский остров исчез в пучинах океана за 9 тысяч лет до его, Платона, рождения. И это бросало тень сомнения на подлинность его повествования. Скептики полагали, что Атлантида измышлена самим Платоном для изображения государства с идеальным устройством. Однако наперекор этому скепсису, легендарная Атлантида будоражит воображение даже наших с вами современников. Что же касается восточной оконечности обитаемого мира, то никаких точных сведений о расположенной там Индии и о Восточном океане у античных географов так же не было. Правда, Аристотель все же сделал смелое предположение, что западная часть умеренной зоны на другой стороне земного шара могла быть пригодной для жизни, если бы ее не заполнял океан, который невозможно пересечь. В античных представлениях об обитаемом мире были еще и такие проблемы. На севере, за Британией и Ерне, то есть Ирландии, вроде бы должен был существовать остров Туле. Об этом рассказал Пифей, греческий географ и путешественник 4 века до н.э. Туле, согласно Пифею, располагался в шести днях путеморем к северу от Британии, недалеко от замерзшего моря. К северу от Туле уже не существует различия между землей, воздухом и морем. Пространство там заполнено некой желеобразной суспензией, напоминающей тело медузы. В этом желе уже нельзя было ни идти, ни плыть. Пифей утверждал, что достиг британских островов и видел эту северную границу обитаемого мира воочию. Однако ему не верили ни по Либии, ни с тропом. Вообще Пифею как-то особенно не повезло. Многие античные писатели даже сомневались в его существовании. Не поверили в античности достаточно точному описанию, данному Пифею, западному и северо-западному побережью Европы, а также Британским островам. Вообще же заметно, что античных географов и астрономов мало привлекало изучение конкретных фактов. Они вообще избегали вопроса об установлении точного географического положения границ обитаемого мира. Их больше занимали рассуждения о форме Земли и о ее пропорциях. Эти геометрические дискуссии основывались пусть на самых возвышенных, но теоретических по своей сути предположениях. Все это, понятно, отнюдь не способствовало развитию картографии как точной науки. Прорыв был совершен знаменитым Клавдием Птолемеем, александрийским астрономом 2 века н.э. Именно Птолемею принадлежат единственные карты, дошедшие до нас от древних. Птолемей определял географию как представление в виде рисунка всего известного нам мира вместе с явлениями, в нем содержащимися. Этот принцип наглядно раскрыт в его величайших работах. Синтаксис, иначе альмагест, и география. Альмагест содержал научные теории, а география посвящена исключительно вопросу составления карт. Текст географии сопровождали 27 географических карт. Об этих картах Птолемея до сих пор идут споры. Были ли они составлены самим александрийским астрономом, либо они были выполнены под руководством Птолемея неким рисовальщиком? Существует и более радикальная версия. Эти карты изготовил другой александриец, некий Агата Демон, в соответствии с 8 книгами Клавдия Птолемея. Но как бы там ни было, эти карты, включавшие в себя карту мира, 10 карт Европы, 4 карты Африки и 12 карт Азии, четко отражают как теоретические изыскания Птолемея, так и его практические расчеты. В чем же состоял прорыв, совершенный Птолемеем в описании окружающего мира? Прежде всего, Птолемей отказался от традиционной греческой концепции обитаемого мира, концепции, восходящей Гомеру. Согласно этому центральному представлению, обитаемая Земля имела вид огромного острова, омываемого внешним океаном. Эта схема сохраняла, собственно, почти до начала нашей эры. Птолемей же рискнул предположить и даже утверждать о возможности существования за пределами обитаемого мира неизвестной Земли, терра инкогнито. Это смелое предположение дало зеленый свет для дальнейших поисков и исследований, а также стало мощным стимулом к развитию картографии. Затем в сочинениях Птолемея представлена модель того собрания географических карт, которое мы привычно называем атласом. Карты Птолемея – это первая упорядоченная картина в описании обитаемого мира. От александрийского астронома пошла та практика ориентировать карты, которые кажутся нам единственно возможной. Север располагается сверху, а восток справа. Попробуйте сейчас сделать иначе, и человек, читающий карту, будет совершенно сбит с толку. От Птолемея достались нам списки географических названий с указанием широты и долготы каждого места для облегчения их реального поиска. И эти координаты мало отличаются от современной системы буквенно-цифровых обозначений. Наконец, система картографических проекций Птолемея – коническая и модифицированная сферическая – используется при построении изображений Земли до сих пор. Как вы, наверное, заметили, мы с вами никак не касались основ искусства картографии, астрономических расчетов для определения формы самой Земли и земных расстояний, а также тех сложных принципов проецирования, с помощью которых пропорции на сферической поверхности Земли переносятся на плоскую поверхность карты. Пусть эта интереснейшая тема достанется другому рассказчику. Нас интересует в первую очередь образ мира, отраженный на исторических картах. А рассказ о том, как человек представлял себе окружающий мир и как он отображал свои представления на карте, мы продолжим в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова